Самым известным переносным зенитно-ракетным комплексом в Афганистане, конечно же, был «Стингер». Однако, в руках у муджахедов были и другие ПЗРК, и многие из них были куда более эффективны, нежели «Стингер». Самой желанной целью оператора ПЗРК являлась вертушка Ми-24. Однако, одного желания было маловато. Любой, кто пытался сбить Ми-24 во фронтальную проекцию или в противоход, выхватывал по полной. Оба ПЗРК, первыми попавшими в Афганистан, зарекомендовали себя плохо. Американский «Рэдай» легко обманывался тепловыми ловушками, а для того, чтобы стрелять из английского «блоупайпа», нужна была недюжинная физическая сила и очень высокий уровень подготовки стрелка. Англичане довольно быстро заменили «Блоупайп» на «Джавелин», однако 30 поставленных пусковых комплексов никакой погоды не сделали. Хотя «Джавелин» был наиболее эффективным ПЗРК во всей истории войны. Зато самым массовым и самым мощным ПЗРК был китайский «Хуинь-5». Достойную конкуренцию ему могла составить только советская «Стрела-2», чьей лицензионной копией этот самый «Хуинь» и являлся. Стингер Осенью 1985-го ПЗРК появился в Афганистане. В январе 1986-го советские спецназовцы уже располагали и пусковым контейнером, и блоком наведения, и технической документацией. Сбить одной ракетой из ПЗРК «Стингер» вертолет Ми-24 было крайне сложно. В большинстве случаев «Стингеру» необходима была помощь советских стрел или китайских «Хуинь». КОРДОЛЬНЫЙ 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 Также уничтожено к пухам, Эй,ели поискому метру,